В этом году школы пилотных районов проекта, в том числе Кобринского, получили от Евросоюза и программы развития ООН наборы оборудования, состоящие из двух биноклей и фотоаппарата. Это те школы, которые уже не первый год работают по данной программе и в которых в рамках проекта проведена большая работа. Если даже несколько детей нашим узнают несколько пород деревьев и до десяти будут знать птиц, то эта уже программа имеет тогда большой плюс и хороший результат. А если они еще по специальности будут идти, то, конечно, это очень хорошо. Я тоже когда-то начинал именно в школе из школьного лесничества, и если не будет первого шага в познании природы, то не будет и, конечно, последовательных шагов в изучении этого сложного мира. Программа трехдневного тренинга в Кобрине включала в себя не только презентацию проделанной работы, но и практические занятия, которые проходили, естественно, в природных условиях. На территории средней школы номер 6 педагоги, участвующие в проекте, изучали аборигенные и интродуцированные виды растений, то есть те, которые были характерны для нашей территории всегда, и те, которые в свое время были привезены к нам из других стран и континентов. Именно шестая школа в данном случае служит хорошим примером, ведь на ее пришкольном участке в этом году заложен своеобразный дендрарий. Работаем по направлению водосбережения и энергосбережения. Не только следим за тем, чтобы в школе все это сохранялось, чтобы это все шло в семьи учащихся, чтобы дома прививались вот такие привычки экономно использовать ресурсы природные. Ну и одно из направлений – это экологические акции, которые ярко показывают людям необходимость этой экологической работы. Одним из практических моментов тренинга стало обучение правильной работе с фотоаппаратом, что очень важно в реализации проекта. Так как в разделе «Биоразнообразие» есть такое задание, как фотографирование объектов живой природы с последующим занесением их в белорусскую базу данных – flora.fauna.by. А в парке имени Суворова происходило изучение птиц и обучение работе с биноклем. Стоит отметить, что программа «Зеленая школа» поддерживается на самом высоком уровне в Министерстве образования и Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Это поддержка наша, моя личная поддержка, как и Национальный институт образования. Это проведение программ, это составление их программ, а также лицензирование и прохождение этих программ через президиум при Министерстве образования. Поэтому эта программа была у нас уже использована, и мы, собственно, приступаем к жертву. По программе «Зеленые школы» на Кобринщине работает 19 школ. 11 из них получили уже названное оборудование. А в конце текущего года будет подведен итог работы в пилотных районах и состоится вручение дипломов с присвоением статуса «Зеленая школа». Скоро мы узнаем, какие учреждения образования Кобринского района удостоятся этого почетного звания. Продолжение следует...